Дамы и господа, всем здравствуйте! Новое видео от компании 7motors помогаем разоблачить очередного машинника. Почему? Смотрите. История такова. Один из вас из Кыргызстана, человек, звонит нам и говорит, ребята, сколько стоят ваши услуги, я хочу приобрести вот такой вот автомобиль. Lexus 2020 года LX570. Мы говорим, наши услуги стоят 5%. 5% от 70 тысяч, это, грубо говоря, 3,5 тысячи долларов. Окей, окей. Человек показал нам автомобиль, просчитали мы ему, ну, как бы, расчеты следующие. Мы звоним в дилер, уточняем, что на этот автомобиль не нужно платить никаких сейлс-таксов, то есть дилер-то дилер можно продать. И для того, чтобы узнать подробную информацию, давайте позвоним дилеру. Итак, это у нас Lexus LX570, 67 тысяч миль пробег, продает продает дилер Land Rover Хамовер в Массачусес. Вот, мы его нашли, ну, и давайте позвоним. 781 896 34 0 12 20 Lexus LX570 Okay. В 67,000 миль. Yes. You got that one available? Correct. П雑о 70,000. 70,000? Mm-hmm. Сходил к другим и вернулся, конечно же, Синвойс. Ребят, ну, единственное, что совпадает, это только цена автомобиля, а дальше сплошной обман. Обман в чем? Ну, я вижу, что вот эта компания им просчитала дополнительный сейлс-такс, которого нет. Дилер же сказал, ноу сейлс-такс, дилер-то-дилер. Четыре пятьсот пятьдесят, прикрутили. Дальше, что еще прикрутили? Смотрите, прикрутили тысячу долларов дилер-фи, прикрутили на доставке, там, девятьсот долларов, окей. Ну, две месяца на базе, парковка. Какая нахер парковка? Почему машина должна стоять два месяца на базе, тысячу шестьсот долларов? Ну, какой-то пиздец, реально. Извините за мой французский. В общем, разница с нашим инвойсом в десять тысяч долларов. Вам не стыдно так обманывать людей? Получается, если дилер-то-дилер можно продать, получается, цена семьдесят тысяч, наши сборы три с половиной тысячи. Документ-фид-дилера четыреста девяносто пять долларов, вот он сказал, мы звонили. Ну, и в итоге семьдесят три с половиной, плюс пятьсот, семьдесят четыре тысячи. Цена этого автомобиля. Плюс доставка к нам, грубо говоря, там, семьсот долларов. Семьдесят четыре, семьдесят пять максимум. Цена этого автомобиля здесь. Человек говорит, ну, знаете, ваши сборы большие, вы берете пять процентов, пойду я к другим. Ну, иди, окей. Выводы делать вам, ребят? Мы показали вам ситуацию, которая происходит, ну, у нас в компании постоянно. То есть, как бы мы постоянно получаем запросы на просчет. И в восьмидесяти процентов люди хотят что-то там подешевле. Или им обещают что-то подешевле. Но, как итог, мы имеем одно и то же. Там, где дешево, там всегда пытаются прикрутить плюс один, плюс два, плюс три, плюс восемь тысяч долларов. Никак иначе. Поэтому не верьте в подешевле. Учитесь считать. Если вам нужна помощь в расчетах, пишите. Будем помогать просчитывать. А для того, чтобы вас не обманывали вот такие вот непонятные компании, мы запускаем одну из новых услуг. Это будет в следующем видео. Поэтому мы покажем и расскажем и поможем вам определять, платили ли эти компании селс-такс или нет. Потому что если они не платили, это все же фиксируется. Если они платили, это все фиксируется. Тут же надо знать, куда позвонить и с кем пообщаться. Это будет не бесплатная услуга. Это будет платная услуга. Но если вы считаете, что вас обманули, пишите. Вот номер телефона. Будем общаться. Будем вам помогать. Забирать ваши же средства обратно у тех, кто вас обманывает. Это речь идет о тех компаниях, которые находятся в США. Только в США. По скрипту. Час ночи. Общаюсь с одним из вас. Показываю вот это видео. И говорю, помнишь, ты как-то про них не говорил? Он говорит, Вова, а ты вспомни ситуацию. Это не то, что говорил. Я тебе сбрасываю инвойс. Вот какой инвойс он мне сбрасывал. Припоминаю. Оказывается, полгода назад, даже меньше, эта же компания уже пыталась обманывать своих заказчиков по поводу каких-то акцизов. Брали дополнительно каких-то 3000 долларов. В общем, вот посмотрите этот инвойс, который был в октябре сделан. Акцизы. Левые аналоги. Что следующее не смогут передумать? Ребят, как вы думаете? Напишите в комментариях. Или все-таки их остановят перед тем, как они будут совершать следующее преступление? Пишите. Интересно посчитать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!